Потому что если дойдёт до косвенных обвинений Москвы, они встречаются с Хамасом официально. Слушайте, они Хамас не признают террористической революции, это их партнёр по переговорам. Сколько раз, представители, Хамас ездили в Москву, встречались с Лавровым. Ну, с Путиным, значит, мы не можем утверждать, но, так сказать, и с Патрушевым, и с представителями разведок, безусловно, они взаимодействуют. Ну, про Иран мы уже сказали. То есть, в этой ситуации и Москва может ожидать, что в случае, если Израиль проведёт эту операцию против Ирана, проведёт её против Хамас, ну, в секторе газа, я так всё-таки прогнозирую, давайте посмотрим, я считаю, что войска войдут, Министерство обороны Израиля войдёт на территорию газа и уничтожит инфраструктуру движения Хамас, я уверен. Возможно, заложники погибнут, мы не знаем, не утверждаем, но нельзя не остаться. Но что Москва тогда? Ведь она потеряет опорные точки, очень существенные, на Ближнем Востоке, которыми она, используя как кнопки, манипулировала всей ситуацией. Значит, что может предпринять Москва в этой ситуации? Воспользуешься всем этим бардаком атаку на Украину или наоборот, возьмёт паузу? Как можно прогнозировать поведение Москвы при такой позиции Израиля, при такой позиции США и при такой позиции Киева? Киев однозначно поддержал в лице Зеленского Израиль, в отличие от Москвы, что естественно, да? Ну, я бы ещё добавил, что, на мой взгляд, неизбежным ещё дополнительным итогом этих событий явится, ну, абсолютное обнуление, если оно ещё до сих пор не произошло, позиции России на Южном Кавказе. Там появится вообще такой три единый, дважды Азербайджан, Турция, и там, в общем, Россия там делает просто нечего, абсолютно. Ну, а что она может? Ну, что? Ничего. И повторить вам ещё три нет пьянковского о том, что никогда не будет использована ядерного оружия? Да это, между прочим, сам Путин уже. Вот самая интересная на Валдарской конференции была вот такая постановочная беседа с Карагановым. Ну, Караганов изобразовала такого забочного предпрёта, требовала изменить доктрину, а Путин, Путин повторил, повторил, очень грамотно повторил существующую, существующую доктрину о том, когда Россия может использовать ядерное оружие. Я вот открою небольшой секрет, я был одним из участников авторского коллектива, который эту доктрину писал в начале 90-х годов, первые годы правления Ельц в 92-м. Там было сказано, что раньше же быть такая гемагогическая доктрина советская, мы никогда первыми не используем ядерное оружие. Ну, что такое никогда? Это же написал и сказал, кто этому поверит. Значит, существующая доктрина, вот в том числе при моём участии, очень выученная, из очень хорошей памяти. Значит, мы, что Россия использует ядерное оружие в двух случаях только. Первое, как ответ на удар по России ядерным оружием, это естественно, для создания такого взаимно сдерживающего, взаимно гарантирующего. И второй, вот новый вариант, который не было, так сказать, в случае конвенциональной угрозы, военной угрозы, в случае конвенционального нападения на Россию, создающего угрозу самому существованию государства. Ну, вот что мы... Ну, тут понятно, что мы имели в виду. Ну, например, представьте себе такой сценарий, пятимиллионная китайская армия взяла там Читу и продвигается, я не знаю, что там с Апани и Читу, к Новосибирску, например. Вот. Это же понятно, что Китай обладает громадным конвенциональным превосходством. Вот это так и было написано. Путин процитировал, и он сказал очень важную фразу. Вот, а сейчас, а разве у нас есть нам экзаменациональная угроза России? Нет никакой. Нет никакой угрозы. Это новизна у него, потому что раньше-то он угрожал бомбой. Помните, что изменилось? Помните, самые страшные дни были... Он был в невероятной эйфории, во-первых, 5 февраля, за две недели. Он вернулся из Китая, где пси дал ему добро, и он тогда был в ударе. Помните, он в Украине тогда прошелся, нравится или не нравится, терпи, моя красавица. Потом на пресс-конференции с Макроном он разоткровал венчат. Да, говорит, я понимаю, мы уступаем НАТО на конвенциональном уровне, но у нас там какое-то, знает, чудо оружие, у нас непобедимая воля, нескрушимая и так далее. То есть, его план был очень простой. Ну, для Украины вообще никакого плана не было. Какой там план? Через 5 дней берем Киев и все. Потом на вореоле этой замечательной победы размахиваю янером на Киеве, стою на границе Балтии и Польши и повторяю ультиматум. Собирайте манатки и выбирайтесь, а если нет, то я буду готов использовать тактическое янерное оружие. И вот это неглупый расчет. Запад находился в таком состоянии, что в этом сценарии он мог тогда и дрогнуть. Вот он действительно, он всю жизнь пугал, я не думаю. А еще раз, это 5-я первая. А помните его фразу знаменитую, когда он рассказывал о том, что он принял решение? А вот если кто-то там из западной... Да, от третьей страны, да. То мы вплоть до... Такое, что в тысячелетнюю историю своих таких ужасов вы никогда не видели. У него это всегда было попугать, и это работало. Он эффективно пугал 15... А именно самому вот этот сценарий, а не мы в рай, а не просто сдохнули, он им пугал, он не собирался. А сейчас ему это не актуально. Вы понимаете, в чем? Вот давайте встанем на время. Он начал мировую войну за мировое господство. Она уже проиграна. Вот Киев еще не выиграл войну за свою независимость. Но вот поражение Путина в этом сценарии, его реванша за третью мировую войну, он же нанес. Ни до кого Киева, Путин уже никогда не войдет. Они прекрасно это понимают. И тем более, ни до какой Балтии, ни до какой Польши. А для... Ему нужно вот... Он надеется, что там ослабит, придет. Он до сих пор... Он говорил в полную уверенность. Он же не считал ни фунтовскую речь Блинкина, ни статьи Пианковского на эту тему. Он в полной уверенности, что Запад устал. Вот видите, у них там сорвано на голосование. В палате представителей даже проголосовать не было. А там через годик придет Трамп. И мы с ним поделим, значит, где-то там в районе Одессы Николаева. Для этого атомная бомба не нужна. Вот. Он вот в этой уверенности сейчас находится. Поэтому повышать ему нечего. Вот для него это будет, когда он прочтет, до конца ему объяснят, что произошло в американской администрации, как изменилось установки дедушки Байдена. Те люди, которые пишут ему доклады и эти бумажки на картонках, которые он читает на проскли. И когда он увидит, что сделали с его замечательным союзником Ираном, вот тогда он превратится в того же с морщика под пледиком, которым, помните, он был на параде победы 9 мая 22-го года. После поражения под Киевом, Сумом, Черниговым. Ну, он вообще там ветераны войны сидели. А он таким жалким старичком под пледиком с морщиком сидел. Он был потрясен тогда, запуган. А сейчас он немножко смелел. Он понял, что ничего страшного. Жить можно. Вот можно с помощью давления на Запад, усталости Запада, достигнуть такой почетной ничьи и продать от своего народа и продолжать пас. Он так думает. Поэтому он был такой, в общем, веселенький на этой пресс-конференции. Продолжение следует... Продолжение следует...